Добрый вечер, дамы и господа! И ко мне очередные вопросы. Иришка Першина спрашивает Руслан, интересует вот что. Так как в тонких мирах нет понятия времени, то могла ли одна из прошлых жизней быть в будущем? Может в одном из следующих видео посвятить этому пару минут? Да, подтверждаю. Может быть одна из прошлых жизней. Только она называется будущее при этом. Да, можно брать информацию из будущих жизней, смотреть себя в будущих жизнях. И можете брать даже навыки из будущих жизней, которых вы хотите что-то не умеете, хотите научиться и смотрите в будущее. Находите то я, которое проявляет какие-то навыки и достаете это умение. Или осваиваете ее, ее ускоряете. Это в медитации можно делать более быстрым способом, ощутить, как будто вы уже умеете. То есть впустить в себя то я, которое это выполняет и умеет. То есть впустить в себя другую часть себя, которая обладает тем, чему вы научились бы в будущем сами. Но можно это сделать заранее. Это делается, когда вы, если умеете подружаться в глубокие медитации, хотя... или достаточно сильное намерение, или... или... когда вы просто к этому стремитесь. Во сне, кстати, можно сделать, заказать себе сон, чтобы какой-то навык вошел в вас вместе с тем, кто этим навыком обладает, каким-то мастером. Ну, конечно, если это физические действия, то вам надо будет то, что вы... у вас вошло в вас приобретать навык физического тела к этим действиям. То есть если вы... ваша память помнит, как это делается, то... тело к этому надо еще приспособить. А в тонких мирах нет понятия времени, это условно, потому что... может быть, именно такого времени, как у нас в трехмерности. В четырехмерности она чуть другое, в пятимерности еще чуть другое. Там есть эти понятия, потому что там тоже есть подложительность жизни, но она хотя бы много раз быстрее. Там свои ощущения времени. Может быть, время понятия изменяются потихонечку с каждым более высоким измерением. Там третье, четвертое, пятое, шестое. И даже внутри них слегка движется в более... там... за час, за минуту у нас в каком-то высоком измерении у нас может пройти, например, в двенадцатом измерении. У нас может пройти там миллион лет. Вот такие понятия. То есть ускорение или замедление времени в других измерениях вот что относительно нас происходит. Слово нет, отрицание я бы не советовал вообще применять. Я стараюсь не применять. Это очередные... вообще неприятные... Это разрушающая энергия. Говорить нет, слова... Абсолютные какие-то слова. Нет никаких, нет ничего. напрягающие как-то звучат. Сейчас на этот вопрос еще есть. К этому вопросу еще один подходит. Я хотел бы тоже спросить у Руслана о времени и пространстве в четвертом измерении. Наша жизнь линейна. Но все же, как говорят высшие, все происходит одновременно. И прошлое, и настоящее, и будущее. У меня нет ясновидения, может быть только интуиция. Поэтому я лишь логически могу воспринять свою жизнь как единое целое, а также взаимосвязь ее с другими людьми. Хотелось бы услышать от Руслана доводы. И именно простые факты, которыми он оперирует, объясняя сложные вещи, может быть на основе этого видео. Но что интересно, что не только нынешняя жизнь, но и все наши реинкарнации также происходят одновременно. Как это? Вот вопросы. Как это? Как это? Ага. Как вы это можете понять, увидеть через глубокую медитацию, через сон? Как это происходит, если объяснять через обычные слова? Я стараюсь объяснять в своих видео, как для пятилетних, простым языком, как для детей. Действительно, некоторые дети могут понимать и учиться у меня, тем более взрослые. Хотя, бывают у меня сложные термины проскакивают, забываюсь, бывают. Но я учусь, тренируюсь, разговаривать по-русски в этой жизни впервые. И вообще разговаривать на словесном языке. Я привык к телепатии. реинкарнации все жизни одновременно, прошлое и будущее одновременно. Как вы этим можете понять, когда вы представляете, входите в медитацию или хотя бы воображаете или логически себе прорисовываете, что вы выходите из этого физического тела, даже потенциально представляя. И вы попадаете, то есть, тело физическое остается, вы попадаете в астральные, элементальные, эфирные, казуальные, духовные, там их очень много разных. В котором время течет по-другому. Вы можете сжимать, уплотнять, расширять, вы можете в прошлое откатиться. В астрале это делать просто. Во многих телах более тонких просто, а вода сегодня очень просто. С будущим чуть сложнее, хотя, кому как. Будущее более высоких измерений, будущее более такое. Больше развилок будущего, больше вероятностей и временных линий можно видеть, если все более тонкого, если все более высокочастотного измерения смотреть. Больше разных вариантов допускать и выбирать. какое из них вы планируете и намереваетесь осуществлять. Именно так и происходит. Будущее вы выбираете каждый момент. Свое будущее. Общее будущее здесь посложнее, потому что надо учитывать. И учитываются все выборы всех тех, кто участвует в том будущем, которое вы просматриваете. поэтому будущее это движущиеся мишень. Хотя просто предсказывать будущее трехмерных, они относительно предсказуемы и просты. Посложнее четырехмерных, ну, таких как мы. Здесь уже варианты развилки все больше, чем более развит человек, тем у него больше выбора, разных выборов, временных линий. Ну, у людей, у которых есть карма, они вынуждены ее выполнять, поэтому их будущее очень предсказуемо. Я буквально, если четырехмерный человек обращается мне на консультацию с просьбой о будущем, я буквально просто выпаливаю ему сразу вероятность, версию, и заодно говорю, что он это может исправить, если будет делать. И спрашиваю, как он хочет изменить, исправить. Он говорит так, и я говорю, что ему надо изменить и как надо поступать, что делать или не делать, чтобы изменить будущее, которое он только что обрисовал ему. Но это касается более трехмерных. С четырехмерными и попроще, и посложнее одновременно. И смотрите, когда вы выходите в более высокочастотное я, когда вы учитесь медитации и выходите в ближайшее высшее я, потом еще более высшее, например, вы вышли в четырехмерное я, потом поднялись из него в пятимерное я. У вас больше объем видения. Вы можете видеть прошлое одновременно из этого я. Вот как это происходит. И также будущие варианты. Если вы из этих будущих вариантов хотите достичь одного из них и понимаете, что если вы четко будете выполнять то, что приведет к нему, то вот в этот момент вы начинаете видеть и выбирать и стремиться к этому будущему. Вам подвластно будущее из пятого измерения. Если вы поднимаетесь в шестимерное я, их тоже внутри каждого измерения очень много. Вы выбираете подняться в шестое измерение, оттуда вам еще больше развило будущего, еще более обширное прошлое, еще более далеко видите прошлое, более четко. и прошлого тоже много вариантов, но в истории сейчас в учебниках по истории написаны одни варианты, хотя во всех разных странах пробуют переписать историю и под себя ее переписывают, ну и правильно делают. Поэтому вы можете видеть те варианты, к которым пришло человечество. История это договор между людьми или историками или теми, кто пишет. Это договоренность с теми душами и которых обучают этой истории. Вся история, все прошлое это договорные временные линии. Их очень много, но историю выбирают те, кто, ну либо правители, которые заказывают, проплачивают учебники написания летописей историй, книг исторических, архивных, или сжигают эти библиотеки, чтобы по новой написать историю. И когда они заказывают и этому обучают в школах молодежь, то молодежь соглашается с этой историей, и это происходит на тонком уровне, как бы договоренность. Договоренность принять за реальность одну из временных линий, именно той истории, которую преподают в школах. А так временных линий в прошлом и будущем много, и как в настоящем. То есть осуществляя эти выборы очень разные, вы один здесь, и параллельно вам таких же, как вы, очень много. То есть идут развилки от вас. Если вы почитаете квантовую физику, квантовую механику, она примерно об этом начинает говорить, к этому подходить. И то, что я говорю, ученые, занимающиеся конкретно квантовой физикой, в этой области, в которой рассказываю, меня очень консультации было, парочка таких. Но я говорю, стараюсь говорить более простым языком. И если вы поднимаете седьмое измерение, там еще больше охват разных временных линий будущего и также прошлого. И вы можете выбрать и прошлое, не то, которое вы проигрывали в трехмерности, а параллельное. Если вам не нравится, хотите изменить то прошлое, которое было у вас, вы можете взять любую из временных линий прошлого, осуществляемых другой вашей версии, такой же как вы, но чуть-чуть отличающийся лишь тем, что делала другие выборы, экспериментировал чуть-чуть по-другому. Это происходит одновременно везде. И поднимаясь в восьмое измерение, у вас еще больше охват и больше выбора. Вот откуда видно все больше наших я. Конечно, и больше разных выборов, больше вероятности, потому что там скорость мыслей все быстрее, понимание и одновременного просмотра сразу множества жизней, прошлых, будущих и настоящих. Также вы можете переходить из этой жизни, которая, если вам не нравится, в другую жизнь. То есть вы часть сознания, или больше фокус сознания, можете выйти в высокое измерение, посмотреть, выбрать другую страну, другую семью, в котором вы же, ваше я, получает опыт, или переместиться туда, или поменяться местами, договориться, если кто-то хочет поменяться местами. Так, кстати, иногда и происходит. И часто это происходит, когда такое делают души, это делать через высшее я, вы даже можете не помнить этого. Некоторые делают осознанно, более развитые, некоторые, кто не помнит, это произошло на более высших я, происходит или замещение, это происходит дополнение, другая душа приходит на эту душу, более высокоразвитая, даже закрывает. То есть по две души бывают в одном теле, ну и больше. Или бывает обмен телами, не только в этой жизни с кем-то, а и с параллельными реальностями. Потому что у каждого из этих тел есть одно общее я, под которым живут или которые ведет 12 я, 144 я тела, тысячи с чем-то или сколько-то тысяч я. Поэтому вот из высших измерений вы можете видеть множество. Это как если вы смотрите на муравейник и ощущаете его своим я, множеством своих я. И можете наблюдать как они действуют. То есть вот ближайший аналог. Или на пчелиной улей, где родной вам, который, например, если вы пасечник, у вас есть свои ульи, вы можете это легко, эти понятия понять, что если вас пчелы не кусают, признают, и они вас чувствуют, вы буквально с ними взаимодействуете, на душевном уровне общаетесь, или патически, или они вам служат, то вы можете ощущать, что вот так примерно может представлять одно из я, нас, таких маленьких пчел или муравьев, которым может подсказывать, помогать и собирать мед, то есть знание, понимание, опыт, которое собирает наше высшее я, как хорошая аналогия, как мед от разных тех маленьких я, которые получают опыт. Вот, кстати, только дошло до меня аналогию с пчелиным ульем и там сотнями или тысячами пчел. Одновременно из высших измерений нас видят те наши высшие я, чем в более высшем измерении они находятся. И когда вы хотите получить этот опыт, вы просто учитесь глубинной медитации. В сухом голодании, без воды и еды она все более легко и просто получается. Если у вас нет терпения сидеть в медитации, так поголодайте. Ваше тело на второй, на третий, на пятый, десятый день захочет и будет с удовольствием сидеть в медитации. Оно будет не только экономить энергию от лишних движений, оно будет получать кайф от сидения простого в медитативной или просто в обычной позе. И через сухие голодания вы сможете выйти на не только более длительные медитации и кайф кайфовый действительно в голодании кайф ощущающим при медитации, а учиться более глубинным и глубоким медитациям, выходить из тела и ясно видеть, многомерно видеть. Вот как вы сможете контролировать, манипулировать своим прошлым, настоящим и будущим, выбирать другие ветки и пробовать жить в будущем, прошлом или параллельных ваших я. И просматривать жизни других людей, ваших друзей, ваших любимых. даже заселяться на время в какой-то из ваших в того, например, в кого вы влюблены, чтобы посмотреть, как он этот мужчина или женщина думает, чувствует, прожить, понять, почему притяжение к нему есть, почему вы влюблены к нему, какая связь в прошлом или будущем или чего вы хотите научиться. То есть войти в это тело, обрести тот навык или тот опыт, которым вы тянетесь в другом человеке. Это одни из плюсов более глубинных медитаций и сухого голодания, которое ведет к этому. Эту способность я приобретаю все более качественно. Мне интересно заселяться в других людей и это мне получается только через высшее Я, которое объединяет меня и того человека, в который я хочу заселиться, ощутить, посмотреть его глазами на мир, почувствовать его, почувствовать, как оно чувствуется. это интересный опыт. И после этого опыта у меня уже все легко доступно и я даже перестал, наверное, влюбляться так, как влюбился в детстве, когда думал, что все разделены, что какой-то человек красивее меня. Я просто заселяюсь в этого человека и проживаю чуть-чуть его жизнь и понимая его и понимаю, в общем, что он настолько похож на меня, что нет повода наделять его силой или энергией или значимостью больше, чем себя. Так моя жизнь облегчилась, так я начинаю любить себя и совершенствовать сам себя и больше времени уделять самому себе. Это имеет большие плюсы и долго играющую эволюцию, большие перспективы, которыми я и занимаюсь, продолжаю учиться. Наверное, я ответил на вопрос. На этом завершаем видео. До следующих встреч.